Всем привет, друзья! Сегодня хочу приготовить наш любимый Наполеон. А то все пироги, пироги, надоело, хочется тортика. Муку просеяла. Муки у меня здесь 300 грамм. И сейчас сюда я буду натирать сливочное масло. Масло у меня 200 грамм. Что-то прицепилось тут. Бумажечка. Натираю на крупной терке. Вот так в муке обваливаю кусочек масла. И натираю. Масло у меня с морозилки. Тяжеловато, конечно, тереть замороженное масло. Тут, наверное, надо привлекать мужчину. Уже прям рука болит. Теперь масло мне нужно перетереть с мукой. Но прям сильно перетирать не нужно. Вот все, этого достаточно. Видите, какая получается крошка. Беру ледяную водичку. Прям такая она холодная-холодная. Выливаю сюда столовую ложку уксуса 6% и добавляю сюда одно яйцо. Хорошо все это смешиваю. Друзья, один кадр пропустила. Не нажала кнопку записи. Поэтому вот ту воду, которую развели вместе с уксусом, яйцом, выливаем в муку и замешиваем тесто. Если тесто будет немножко липнуть к рукам, добавьте чуть-чуть муки. Но сильно забивать тесто не надо. Сейчас, видите, оно слегка липнет к рукам, но пусть такое и будет. На стол чуть-чуть муки немножечко раскатываю и буду делить на несколько частей. На тарелочку совсем немножко так муки подсыпаю. Каждый кусочек вот так отправляю на тарелку. Накрываем пленочкой и отправляю в холодильник. Накрыла пленочкой, хотя можете не накрывать, это неважно. Отправляю сейчас в морозилку, но где-то минут на 40-50. В чашке у меня крахмал. Добавляю к нему муку. Добавляю сюда сахар. Смешиваем крахмал с сахаром и муку. В плите у меня нагревается молоко. Отправила яйца в смесь и хорошо сейчас все смешиваю. Добавляю сюда небольшое количество молока и быстро все смешиваю. Теперь опять отправляю назад в кастрюльку. Ставлю на плиту и буду варить крем. Теперь сюда добавляю ваниль и сливочное масло. Хорошо сейчас все размешиваем. И крем готов. На стол положила пергаментную бумагу. Присыпаю стол мукой. Достала один кусочек теста. Тоже присыпаю его мукой. И буду его раскатывать. Тесто раскатываю как можно тоньше. В тесто кладу тарелочку и обрезаю. А это тесто отправляю в холодильник. Прокалываем хорошо тесто. И отправляю в разогретую духовку. Духовка 190 градусов. Как только корж зарумянится, достаем его с духовочки. Коржи все попекла. Сейчас они остывают. И потом будем собирать тортик. Теперь будем смазывать кремом тортик. Чуточку вот так придавливаю. Добавляю. По бокам тоже тортик промазываем хорошо. Из одного коржа я сделала крошку. И теперь этой крошечкой посыпаю торт. Обсыпала тортик крошкой. Теперь хочу его завернуть в пленку и отправить в холодильник. А завтра уже разрежем его. Друзья, тортик я уже достала с холодильника. Я его так заворачивала в пленочку, чтобы он не отдавал влагу. А оставлял ее в себе. Вот так скажем. Наполеон получился очень-очень вкусный. У меня на этом все. Буду доедать кусочек тортика. А вам всем пока и до следующего видео.